Чтобы сдать норматив на отлично, пожарный должен одеться в зимнее время за 22 секунды. У меня вышло 3 минуты 8 секунд, и это с дополнительной помощью. Но именно так борется с огнем пожарная служба. На мне шлем, пожарная куртка, штаны, краги, висящие на специальном карабине, который используется для самоспасения, и топор, чтобы преодолевать препятствия. Экипировавшись по полной, самое время проследовать к служебному автомобилю. Яркие боевые машины ровно выстроились на площади Куйбышева. Начинка машин соответствует мощному внешнему виду. Множество рукавов, лафетных стволов, огнетушителей, циркулярные пилы и мощный топор – инструменты для всех непредвиденных обстоятельств. Автомобиль АЦ-7-150 предназначен для отрушения пожаров и перевозки личного состава. Емкость цистерны 7 тонн, производительность насоса 150 литров в секунду. Ныне оснащенная по мировым стандартам служба, 175 лет назад начиналась в Самаре с двух пожарных команд – 14 бочек, двух топоров и 20 ведер. Да и самих сотрудников было всего 25 человек. Сегодня в региональном управлении служат 4,5 тысячи пожарных. Лучших награждают почетными грамотами от губернатора. Сегодня в мирное время, в любую минуту вы готовы совершать подвиг. Выступить в борьбу с огнем, защищать жизнь, здоровье, кровь и имущество нашей области. Ваша преданность выбранной профессии, благородной, опасной, труднейшей, вызывает чувство глубокого уважения и восхищения. Мы делаем все, что зависит от нас, все, что мы можем. И мы приходим на помощь людям первые, когда в дом людям случится беда. Один из награжденных сегодня сотрудников – Олег Ходателев. Он уже более 20 лет на службе в Похвестнево. За это время, рассказывает, не раз приходилось рисковать жизнью. Кого-то спас, снизил материальный ущерб, отстоял строение, пускай даже незначительные надворные постройки. А все равно же, это же людям намного приятнее, когда действительно придут профессионалы и спасут. Главная награда, скромно признается спасатель, – это благодарность людей. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.